Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос ваш, значит, про страх. И я должен сразу сказать, что работа со страхом делится на две части. Первая часть функциональная, где мы снимаем симптоматику, мы снимаем панику, так сказать, спазм. Мы снимаем, так правильный будет. И, соответственно, вы просто перестаете бояться функционального самотолога. И, соответственно, получаете для себя возможность получать услуги этих специалистов. Это первое. И второй вариант работы со страхом, это работа с феноменом. Страх как феномен. Эта работа включает в себя, скажем так, больше аспектов, потому что мы исходим здесь из полу, в первую очередь. Что страх человеку необходим. И что, если вы пытаетесь, ну, если вы пытаетесь себя защитить, защитите, вот. От, попустим, ну, от какого-то вмещательства, да. Ваши зубы, к примеру, да. То есть, вы боитесь что-то сделать с вашими зубами. Вы боитесь лечиться зубов. Ну, так это вот очень такой, очень такой важный, как я думаю, момент, вот. Связанный с тем, как вы вообще реагируете, да. Как вы относитесь к своей агрессии. Потому что зубы это проагрессия. Вот. Понимаете, да? Вот. Какая, какая, какая штука, штука здесь. Вот. То есть, это проагрессия. Вашу и про ваши способы обращаться. Вот. И страх потерять зубы, или вот страх лишиться зубов, или что-то еще. Возникает, ну, не просто так. Вот. Совсем не просто так. Совсем не просто так. Возникает, ну, какая-то вот, подобная, ну, подобная реакция. Вот. Значит, во-первых, вас это почему-то беспокоит. Вот. Вот. То есть, ну, вот, как-то, да, как-то, почему-то вас это волнует. Вот. То есть, ну, вот, что-то вы в этом видите для себя, вот, угрожающе. Вот. Нужно ли поиследовать это? Да, нужно. Нужно, конечно. Нужно, конечно, поиследовать. Поиследовать там, что человеку, ну, необходимо уметь обращаться со своей агрессией. Необходимо выражать ее, необходимо проявлять ее. А тут, как бы, вот, получается, что вы себе это как-то вот, ну, как-то блокируете, как-то блокируете себе эти моменты. Вот. И я думаю, что вот поэтому вы боитесь, ну, в какой-то степени боитесь томатуры. Понятно, что там есть и другие, другие аспекты. Это понятно, да. То есть, понятно, что очень часто вот страх стоматологов, да, он очень сильно про, ну, про родительские такие отношения, когда, ну, человек, ну, ну, испытывает какие-то не вполне, да, ну, позитивные чувства по отношению к, допустим, своим родителям, да. То есть, это обман, вот, когда, когда родители говорят, там, допустим, что больно не будет, да, вы там, ну, верите, верите, вот, а в итоге, в итоге вам больно и это вот очень, ну, очень болезненно, так, воспринимается, да, болезненно воспринимается и это абсолютно нормально, абсолютно нормально. Вот, вот, а, само собой, я не знаю, ну, я не знаю вашей истории. Я не знаю, в чем заключается ваша история, то есть, как вот вы пришли к тому, что, ну, боитесь, а, значит, что именно самополу, я не знаю, ну, вот, опять же, очень хорошо помогает рассказ такой вот, знаете, подробный иногда, может быть, он даже вот такой автобиографический рассказ получается, в каком степени он помогает вот в те моменты, которые, ну, у человека есть, да, он помогает посмотреть на эти моменты, по-моему, потому что, ну, вы на этот страх можете смотреть, знаете, как, ну, немножко, немножко, ну, немножко, знаете, не под тем углом, вот, давайте, давайте я так скажу, давайте я так скажу, так скажу, вот, а, и привычно, вот, очень хорошее слово, привычно. Вы можете, вы можете обречь на свои страхи, на свои страхи, да, привычно. Понимаете, понимаете, да. А если вы, вот, об этом поговорите, пожалуйста, ну, если вы, если вы заговорите, то я думаю, как раз, вам уже, уже, вам уже, благодаря, ну, благодаря этой истории будет легче. А дальше там уже, значит, ну, как я думаю, дальше будет еще более понятно, чем вы сейчас, в том числе, вот, спрашивая, да, нас о том, что вас волнует, и спрашивая, в принципе, ну, вполне справедливо, да, то есть, ну, абсолютно полное право иметь спрашивая, вот, но, чем вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, по сути, по сути, чем вы занимаетесь, да, вы занимаетесь тем, что обособляет вас, делаете, ну, делаете его все более самостоятельно, вот. Нужно, вот, в первую очередь, в первую очередь, вот, постараться увидеть, для чего он вам, зачем он вам, да, то есть, ну, какую функцию он выполняет, вот, этот страх, я имею в виду, вот. И вы, в принципе, проследите за тем, вот, что вы получаете, что вы получаете, благодаря этому страху, вот, и я понимаю, что вам будет очень, 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 очень легче, вот. На этом все, надеюсь, что вам это было полезно и интересно, всего самого хорошего вам, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok